Я приветствую всех братьев и сестер, которые присоединились к нам сейчас в прямом эфире. Я приветствую всех братьев и сестер в другом кампусе. Я рад приветствовать всех тех, кто сегодня остановился, чтобы свое внимание сосредоточить на Священном Писании. Тема моей сегодняшней проповеди, я назвал ее следующим образом, не верь своим глазам. Вот интересное название, оно связано с тем, что часто в нашей жизни мы принимаем решение, принимаем его, как Писание говорит, по взгляду очей. То есть я увидел, я захотел и я победил. И все, я взял это. Мне это нравится, что может сдержать меня, чтобы я это имел. Друзья, все из нас хотят принимать правильные решения. Я не видел еще ни одного человека, который хотел бы принять какое-то решение, после которого последствия догоняли бы его всю оставшуюся жизнь. И потом хлебать полной ложкой все эти сложности и трудности, которые стали результатом неправильно принятого решения. Да, именно последствия, они даны нам, как бесплатное приложение каждому нашему решению. Но есть люди, которые принимают свои решения и принятые решения впоследствии благословляют их жизни, судьбу их детей и внуков, благословляют их дом, их семейство. И вы смотрите и удивляетесь, почему мы вроде вместе живем или рядом живем, вместе учились, знаем друг друга, параллельно шли по жизни. Только какие-то результаты нашей жизни, ну, они разные, они отличаются. Друзья, я хочу предложить вам несколько текстов из Священного Писания. Один из них, это книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Вы помните, что Иисус Навин был лидером израильского народа, и он однажды стал перед старейщинами, перед всеми руководителями колен, перед главами колен израилевых, и предложил. Он сказал, если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Амареи, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу. Радикальное, смелое заявление, выверенное, и если посмотреть на жизнь этого человека и на то, как он поступал, он действительно служил Господу. Другой текст, который я хочу предложить, записан у Исаии в 11 главе 2 по 3 стихи. Написано так, и почиет на нем Дух Господень. Речь идет об Иисусе Христе, но я смею сказать, что речь идет о каждом христианине, который принял Иисуса Христа. И здесь ты можешь поставить свое имя, если Дух Господень почил на тебе. После этого, что почиет на нем Дух Господень, здесь сказано так. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Вот кто наполняет нас? Каким Духом мы напоены? Мы напоены именно Духом премудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия. И страхом Господнем исполнится. Страх Господень можно перевести, как почтением к Богу исполнится. И будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. А, оказывается, когда Дух Божий приходит в твою и мою жизнь, у нас меняется внутри система ценностей. И мы по-другому оцениваем обстоятельства людей, близких, родных. И мы судим совсем по-другому, чем судили раньше. Не по взгляду очей, и не по слуху ушей. Еще один текст, Галатам 1, глава с 15 стиха. Апостол говорит следующее. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благостью своею, благоволил открыть во мне Сына Своего? Вот такое сложное предложение, которое описывает то, что он увидел Иисуса как своего личного спасителя. Он принял его в свое сердце. И он говорит, когда же Бог? То есть, даже за этим покаянием, откровением Иисуса как личного спасителя стоял Бог. Он говорит, когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына, чтобы я благовествовал его язычникам. То есть, открыть во мне Сына, и Он дал мне направление, что делать? Идти и благовествовать язычникам. Там стоит тире, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. Как удивительно. То есть, по-другому можно было бы сказать так. Я не стал обращать внимание на то, что мне нравится, на то, что я хочу. Потому что плоть и кровь, под плотью и кровью можно понимать наши естественные человеческие желания. Кому охота идти в другие народы, благовествовать, если мы внимательно изучаем жизнь этого человека, который сказал эти слова. То у него очень не сладкий путь был. Он и во глубине морской был, тонул, но каким-то образом Господь его спас. Он был побит камнями, он был в тюрьме. Много, много страданий, трудностей, много переживаний и опасностей поджидали его на этом пути. И естественно, человек никогда сам не выбрал бы эту дорогу. И он говорит, но я не стал советоваться с плотью и кровью. То есть я заблокировал, я купировал внутри себя. Я поставил границу моим естественным человеческим желаниям, как я хотел бы жить, как мне нравилось бы. Помните, что у него было самое высшее образование. И он был членом Синедриона. То есть он имел очень высокую карьеру. И он поднялся по этой лестнице карьерной до самого топа, будучи совсем молодым еще человеком. И имел огромный авторитет и влияние. И он сказал, я все это почитаю за мусор, за ссор, я не считаю совсем этим. Иисус круче всего. Иисус важнее всего. И Иисус достоин того, чтобы я сложил все свои корочки образования, все свои цели и планы к его ногам. Все, я не советуюсь больше с плотью и кровью. Все, что было до этого, все слагаю к его ногам. Все, что он захочет, все, что он предложит. Я скажу ему, да. Друзья, это так ценно. Этот человек стал автором 13 книг Нового Завета. Мы все его цитируем. Это жизнь апостола Павла. Это апостол Павел. Друзья, может быть ты сегодня слушай меня и думаешь, ну, пастор, какие ты решения имеешь в виду? То есть я уже в колеи. Я уже выпрыгнуть особо никуда не могу. У меня уже все распланировано. Жизнь моя, ну, видна. И я могу даже сказать, что, в принципе, могло бы произойти там через несколько лет, потому что я, ну, как бы, я там женат или замужем, или там, может быть, одинок, или одиноко, или, ну, я знаю, где я живу, что я хочу, как. И все. Знаете, друзья, хочу сказать, что Бог вмешивается. Он автор твоей и моей судьбы. Он вмешивается в обыденную жизнь обычных людей. Не каких-то супер-пупер там, каких-то супер там талантливых. Самых обычных людей. Он вмешивается в нашу жизнь и предлагает нам свои цели и свои выборы. Я удивляюсь, Библия никогда не приукрашивала своих героев. Библия всегда открывала саму суть, что было в жизни. И вы можете найти там Авраама, Давида, Моисея, других обычных людей. Но с этим обыкновением приходит необычное Божие призвание. И когда они не советуются со своей плотью и кровью, их жизнь становится большим благословением. Она меняется и меняется радикально. Я хочу привести вам несколько примеров, несколько библейских, может быть, если время будет жизненных примеров, приведу так же. Смотрите. В Библии есть история об Аврааме и Алоте. В Бытие, в 13 главе. Написано, что Авраам был очень богат скотом, серебром и золотом. В те годы это имело ценность. Потому что если ты бедный, то ты практически жить не можешь. У тебя нечего есть. Потому что на первом месте стояла еда. Был богат скотом. То есть у меня есть скот, у меня есть мясо. Мы не умрем. И все, кто у меня, мы не умрем. И у Алота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. Я хочу остановиться на этом. Друзья, если вы просто читаете Библию, вы иногда можете не увидеть здесь важные приоритеты, которые расставляет Писание. Оказывается, Авраам был богат и благословен, потому что Авраам позволил Богу вмешаться в его жизнь. И когда Бог вызвал его из того места, где он жил, и он пошел за Богом, Бог стал благословлять его. А Лот вагончиком прицепился просто рядом возле благословенного мужа Божьего. Лот пошел вместе с дядей, с Авраамом. И таким образом тоже, так и написано, также у него был мелкий и крупный скот и шатры. Важная ремарка. Если это не заметить, я видел в жизни судьбы людей, которые были поломаны, только потому, что они не понимали, откуда и как в их жизни идет благословение. И здесь смотрите дальше. И не поместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи, Ферезеи жили тогда в земле той. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими, пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. И вот здесь, внимание, такое чудесное предложение, а? Куда хочешь, туда иди. Тебе дают приоритет. Выбирай. Хо, как здорово. Выбирай. Я могу выбрать, да? Я могу выбрать. Да, ты можешь выбрать. И мы тоже можем выбирать нашу жизнь, нашу судьбу, как будем жить, как будем поступать. Я представляю себе, как у Лотов скружилась голова. О, вот это он просчитался. Вот это мой дядя. Дядя вроде умный, вроде хороший. Но как же он дал мне выбрать? Я же выберу лучшие. Смотрите, Лот возвел очи свои. То есть, по всей видимости, он поднялся на гору, потому что, ну так просто ты с равнины, с низины не увидел бы. По всей видимости, поднялся на гору, поднял очи свои, покрутился везде, направо, налево, все посмотрел, возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую. Что на прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сих гора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую. И двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Два глагола очень важны. Увидел и избрал. Я увидел. Мне нравится. Я избираю это. Если будете читать дальше, то вы увидите, что он вообще-то, вот это красивое место, оазис среди пустыни, в котором Лот мечтал, что он будет благосновен, и у него будет все хорошо, стало своего рода некой тюрьмой для праведника Лота. И в Библии написано, что он мучился во всей праведной душе своей. Это было место разврата, извращения. Это было место, которое в конечном счете Господь не мог смотреть с небес на то, что там происходит. Бог сжег огнем и серою, Содом и Гоморру. Сегодня эти города на дне Мертвого моря. И если вы будете когда-нибудь в Израиле, то обязательно экскурсовод вам скажет, где-то вот здесь стоит жена Лотова, которая осталась каменным соляным столбом. А была история такова, что ангелы пришли и торопили, говорили, выходи, выходи, потому что Господь поразит огнем этот город. А они уже и приросли к этому городу. Выходи, выходи, выходи. Он пошел со своей женою, и дочери пошли с ним. И жена оглянулась. Видимо, сердце там было, и она осталась соляным столбом. Просто закаменела, когда оглянулась. В результате Лот спасается без какого-либо имущества. Ангелы торопят быстрее, быстрее. И когда он уходит, то с неба падает огонь и серый все эти города. Истребляет Господь всю эту красивую долину. Истребляет Господь. И Лот спасается. Впоследствии эти две дочери напоили папу, вошли к нему, и от них произошло два народа. Моавитяне, сегодня они живы, и аманитяне, их дети, или их поколение до сегодняшнего дня, также живы. И так интересно. И это два нечестивых народа, которые боролись, воевали с Израилем всю историю. Почему так? Почему такие плоды жизни? Не кроется ли это в выборе, который сделал Лот по взгляду очей? Мне так и хочется сказать кому-то из вас, друзья, не верьте своим глазам. Все то, что блестит, не все это золото. Все то, что красиво сказано, не все так есть. Все то, что обещано, часто бывает, это просто реклама какая-то. Не верьте тому, что вы слышите и видите. Решайте с Богом. Принимайте решение, когда вы точно уверены внутри себя, что Бог стоит вместе с вами. Хочу, друзья, привести вам положительный пример. И это Новый Завет, когда Иисус идет по берегу Галилейского озера и видит двух ребят. Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его. Они закидывали сети в море. Они были рыболовы. Это был их бизнес. Они кушали, потому что они вытаскивали рыбу. То есть, ну вот это их было, это было их зарабатывание денег на жизнь. И говорит им, идите за мною, я сделаю вас ловцами человеков. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он двух братьев, Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Заведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку, и отца своего последовали за ним. Не кажется ли вам странным, как это тот час? Проходит мужчина, 30-летний красивый юноша, еврей, Иисус, и он говорит, что вы делаете, рыбу ловите? Ну, молодцы. Я вообще сделаю вас ловцами человеков. Пойдем со мной. Пойдем со мной. Оставьте все. Пойдем со мной. И они прямо тут же бросают свое занятие. Другие два брата подчинивают сети. Вот так в церкви бывает, друзья. Кто-то вытаскивает рыбу, кто-то евангелизирует, кто-то идет. Знаете, сегодня утром, когда мы с Надей общались, молились, у нас мысль пришла. Нам надо просить у Бога сострадания к людям, среди которых мы живем. К нашим соседям, знакомым, друзьям, к людям на улице, к людям нашего города. Сострадание. Почему Иисус шел к людям? У него были чувства к людям. Он шел к ним. Не то, что, а, я должен им что-то сказать, я пришел с небес, их надо спасти. Ну, надо же их, наверное, чуть-чуть поисцелять там. Это не так. Никакого чувства долга. Но любовь и сострадание, которые вели Иисуса к людям, нам нужно, внимание, нам нужно просить у Бога сострадание к людям. И вот Иисус идет и просит, или предлагает этим мужчинам, пойдем со мною, пойдем со мной, идите за мною. Я знаю, Дух Святой говорил тебе эти же самые слова. Мне, когда мне было 13, Бог говорил эти слова. Я помню ту молитву. Я помню, как хор тогда пел гимн для Бога жить, для Бога жить. И тихий голос, иди за мной, отдай мне свою жизнь. Никаких планов конкретных от Бога я не услышал. Бог не сказал. Знаешь, как я благословлю тебя? Он не пообещал. Я не пошел за Богом, потому что Он пообещал меня благословить. А, ну тогда пойду. Сколько ты мне дашь? Что такое благословение? Как ты меня благословишь? Сколько лет жизни? Какая у меня семья, жена, дети, имущество? Что, что, что? Ладно, пойду за тобой. Никакой торговли вообще. Вообще, Бог никогда не говорит. Дашь, задашь. Ты пойдешь за мной? А я тебе в ответ что-то дам. И ты тогда, знаешь, не самого Бога любишь. Тебе нравится то, что ты получаешь от Него. Много таких христиан, которые получают от Него, но не получают его самого. Сам Бог не интересен. Ну, Бог, да Бог, ну что, ты вот мне помоги. Ты вот дай мне. Понимаете? Вот мотив не тот, не очищен, не освящен. И некоторые из вас с таким мотивом пришли. Но Бог очищает мотив. И вы потом уже, все это вам не важно становится. Вам важен сам Он, Иисус, Который любит тебя безусловной любовью. Даже когда ты косячишь, даже когда ты делаешь глупости, даже когда ты грешишь, Он любит тебя. Он не дает тебе идти дальше. Он влечет тебя к себе. Итак, друзья, смотрите, Он сказал, иди, идите за Мною, иди за Мною. Дух Божий сказал мне, и я просто пошел за Ним. Кто-то из вас, этот голос может повторяться снова и снова, слышит этот голос, иди за Мною, доверься Мне, положись на Меня, я никогда не оставлю тебя. Я всегда буду рядом, я буду верен тебе. Не так, как ты думаешь, по моему пути. Оглядываясь назад, друзья, я могу сказать, что за все мои годы Бог был верен со мной. Бог в действительности был верен. Он никогда не подводил. Но Он делал не так, как я представлял. И путь, которым Он меня провел, я даже не мог представить себе. Это был Его путь, не мой путь, Его путь. Конечно, нам нужно сказать, что в результате и Петр, и Андрей, и братья Завидеевы, и Аков, и Иоанн, стали учениками Иисуса и стали великими апостолами. Слово «великие» может вас смущать чуть-чуть. А, ну хорошо, пастор, скажи сразу с этого начни, тогда и мы пойдем. Но даже если бы они не стали великими апостолами, они никогда в жизни не проиграли бы и не потеряли бы ничего. Господь был с ними и благословил их. Хочу рассказать вам еще одну историю. История, которая описана в Библии, она мне очень нравится. О Давиде. О том, когда Давид воцарился в Израиле. Давид, помните, любимец Божий, который назван человеком по сердцу Бога, потому что он исполнит, как Бог сказал, все желания мои. И вот как только он воцарился, трудный путь был его к царствованию. Его пытался убить. Предыдущий царь много раз метал копье в него даже. Он просто уклонялся, прятался, убегал. Саул поднимал всю армию против него. Но в конечном счете его рука не была поднята против царя. Он все равно с глубоким почтением и уважением относился к Саулу. И в конечном счете пришли дни или день, в котором Саул закончил свою жизнь. Еще какое-то время и царь, и царем становится Давид, воцаряется над всем Израилем. Он соединяет народ, который разбит, раздроблен. Он соединяет все колена. И все приходят к нему и признают его царем. Самое первое действие. Вот почему человек по сердцу Божьему. Наблюдая за собой. Самое первое действие, когда ты имеешь возможность сделать то, что ты можешь. Я помню, я в армии служил, и мы сидели с ребятами, и я понимал, что там через пару дней я увольняюсь, увольняюсь в запас. Я закончил свою службу армейскую. Я помню это чувство тот вечер. До этого времени я не имел права сам своей судьбой управлять. Я просто выполнял приказы. Я был солдатом в армии. Но сейчас, с момента, когда я выхожу за ворота моей воинской части, как бы включается счетчик. Как я буду жить? Я дам отчет и ответ пред Богом. Все, я начинаю бежать по жизни. Сколько Бог даст мне жить? Я буду жить. Я принимаю решение. Я свободен делать все, что я хочу. Все, что я хочу. Многие не справляются с этим, с этой свободой, с этим чувством. И вот Давид, опа, он на вершине, на вершине славы, на вершине, на пьедестале, на троне. И первое, что он делает, он принимает решение. Берет 30 тысяч мужчин и идет, отборных людей написано, 30 тысяч, и идет забрать ковчег Божий. Я должен немного остановиться и пояснить. Ковчег Божий, ящик такой, сделанный в пустыне. Вот так вот, если просто посмотреть своими глазами, покрытый медью, золотом, сверху два архангела, такие вот херувимы с такими крыльями. А внутри ящика лежала манна, внутри ящика были каменные скрижали, которые Моисей спустился с горы, которые он сам выточил, потому что первые разбил. Помните, когда он в огне увидел, что евреи тут, оказывается, тельца вылили себе золотого, он бросил их. А вторые, он уже сам сделал 10 заповедей, он спустил их, их положили туда, в этот ковчег. И посох был. Манна скрижали и посох, посох символ власти. Скрижали символ Божьей святости и ограничения. Не делай, не переступай от границы, не переступай. Манна, Божья забота о каждом из нас. Так вот, вот в этом месте, в этом ящике над крышкой, где были херувимы, оказывается, там было присутствие Божие. И в этом была величайшая ценность ковчега Божьего. Старый Завет, сегодня Иисус внутри нас. Но тогда, в те годы, где Бог, Он там, во святом святых, между двумя херувимами. Вот там, где два ангела, вот там Бог, там присутствие Его. И Давид хотел присутствие Божьем, он любил Бога. И так берет с собой он 30 тысяч отборных человек или людей и идет за ковчегом. Они для этого дела сделали вообще такую специальную повозку, чтобы как-то упростить эту процедуру. Везти всего-то было или добираться 10-11 километров с того места, где был ковчег. Это были уже другие люди, филистимляне, другой народ. Но он хотел привезти его в свой город и поставить рядом возле себя. И они пришли, они взяли этот ковчег, поместили его на повозку и отправились. Огромная толпа людей. И этот ковчег едет уже в Иерусалим. Иерусалим еще как таковой тогда только формировался. Едет в город Давидов. Так называлось место, где жил Давид. И Давид там с такой радость, с таким весельем. Но вдруг волы, которые повозку везли, как-то дернули ее, и она наклонилась. И ковчег наклонился, и Оза, один из священников, который вообще сопровождал всю эту церемонию, решил поддержать, чтобы он не упал. И когда он прикоснулся рукой своей к этому ковчегу, он упал мертвым. Давид тут же все остановил. Такое праздничное настроение. Так чудесно, так весело, так хорошо, так радостно. И мертвый священник, которого Бог или ковчег этот убил, прямо на глазах всего народа. Напоминаю, что Давид очень опечалился. Следующий стих сказано, что он убоялся, он испугался. Он подумал, как я привезу его в свой город? Как я привезу его в свой город? Что будет потом, после этого? И он тут же принимает решение, где мы находимся? Кто-то говорит, ну, тут вот Гефа, поселение маленькое есть. Гефа, 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 кто помнит Гефа? Гефа, это филисимское поселение, откуда выходили такие великородственные, такие плечистые, большие дяденьки, которым было по три метра высотой. Один из них по имени Голиаф даже в Библию попал. Почему? Потому что он выступил против народа израильского. Этот великан истукан, и все знают эту историю в детских садах, там, в школах воскресных. Рассказываем, как Давид, мальчуган, победил великана. Помните, бросил эту пращу, этот камень попал ему прямо в лоб. Он был защищен полностью. И он выступал против народа Божьего. Это в Гефе, там жили эти большие люди, там эти все исполины. И Давид говорит, стой, стоим, никуда не идем. Они поворачивают, говорит, идем в эту деревню, давайте найдем кого-нибудь, оставляем ковчег здесь. Они поворачивают, они находят человека по имени Авиафар. И Авидар, точнее, Авидар. И они оставляют у него этот ковчег. Я могу только представить себе, как Авидар себе дома находится, вдруг приходит тот, стучит, кто там? Мужики такие стоят, он смотрит, подожди, не три мужика, не пять мужиков. Подтягивается не тридцать, не триста, не три тысячи, тридцать тысяч людей к нему. Я думаю, Авидар тут же прямо сел. В чем дело? Можно мы у тебя оставим ковчег? Он слышал о ковчеге что-то, но ковчег что? А что такое? Можно мы у тебя оставим этот ковчег? Я думаю, Авидар подумал, лучше это пусть оставляет, даже если что-то произойдет, но, то есть, если я скажу, нет, эти тридцать людей меня просто растерзают на кусочки, и Авидар соглашается, и он говорит, хорошо, пусть это будет так. И Давид берет всех людей и возвращается к себе в город. Я думаю, Давид приходит себе домой, и он покупает, выписывает газету «Гефские новости», чтобы узнать, что там произойдет с Авидаром. Только-только Озу похоронили вчера, что же произойдет? И он читает внимательно теперь уже, следит за тем, что там в Гефе происходит, где ковчег оставили. Ничего не пишут, похоже, никто не умер, все живы. День, два, три, пять, неделя, две недели. Потом он читает небольшую заметку, что у человека по имени Авидар, у которого оставили евреи, ящик свой, священный, у него дела все круто вверх пошли. Бог его стал благословлять, он вышел из всех долгов, все его сыновья, все его дочери, все, все просто в успехе, вся семья, весь дом здоровый, все очень классно, все такие довольные, соседи, все стали говорить, ты слышал, слышал, что там у Авидара, слышал, что у Авидара. Прошло три месяца, у Давида два процесса. Первый из них, он осознал, что на самом деле он нарушил правила и не почтил Бога тем, что он поставил ковчег Божий на повозку. В Библии прямо прописано было, что его должны были нести на плечах священники, а он упростил все это. Зачем? Ну зачем тяжесть? Мы иногда пытаемся что-то упростить, чтобы легче было, но, знаете, Бог смотрит внимательно, и он осознал, я неправильно сделал, эта повозка не должна была быть, я нарушил, я не почитаю Бога. И второй момент, у него удивление. Оказывается, хотя он не филистимлянин, но ковчег Божий, присутствие Божие благословило его, благословляет его. И Давид принимает решение вернуться обратно в Гефу, теперь взять уже этот ковчег на свои плечи, на плечи священников поставить, и принести его в Иерусалим. Друзья, хочу сказать, что когда они шли, Давид сделал еще одну вещь. Он сказал, только шесть шагов делаем и стоим. Шесть шагов. Я вот с этого конца сцены, до этого, тут может быть даже десять шагов было бы. Шесть шагов всего. Шесть шагов. И стоим. То есть вот, это сколько? Это три метра прошли и стоим. Почему? Приносим жертву Богу. Поклоняемся Господу. Молимся Богу, потому что суть ковчега это присутствие Божие и наше отношение с Богом. Это не просто присутствие Божие, мы испуганы. Это наше отношение с Ним. И так Давид делает жертву за жертвой, жертву за жертвой. Царь, военачальник, президент государства, самое высшее лицо, чиновник, которого куча других дел, он сказал, никаких больше дел нет, самое важное, это поклонение Богу. И это берет по меньшей мере три-четыре месяца, чтобы этот народ пронес этот ковчег в город Давидов. Когда они приносят его, что-то происходит, он оставляет его там. Мы перелистываем Библию, мы добираемся до книги, первой книги, Паралипоминон, 26 глава. Я не знаю, как вы, но когда я читаю книгу, Паралипоминон, в переводе означает летопись. Иногда я какие-то, ну, куски писания не так внимательно читаю. Почему? Потому что там летопись, там имена, имена, еврейские старые имена, ну, имена, имена. Тот родил того, тот родил того, тот родил того, тот родил того, тот столько прожил, тот родил того, ну, это хорошо. Но это не я, значит, родил, и я-то какое отношение как бы имею к этому. И вот интересно, и вот в 26 главе, прямо среди всей этой летописи, тут написано так, вот распределение привратников. Привратников – это службы порядка. Служба порядка, вы здесь? Умнички. Служба порядка, вы здесь? Вот распределение службы порядка. Идут имена. Мишеля Мия, сын Корея, сын Асахов. Дальше, четвертый стих, пропускаем два стиха. Сыновья Авет Едома. Авет Едома – это Авидар. Это один и тот же человек. Сыновья Авидара. Первенец – Шимая, второй – Игазават, третий – Иоах, четвертый – Сахар, пятый – Нафанаил, шестой, седьмой, восьмой. Седьмой стих читаем. Люди сильные, люди сильные, то есть, может, великорослые, люди сильные. Все они и сыновей Авет Едома. То есть, этот же самый человек, Авидара. Они и сыновья их, и братья их, были люди прилежные и на службе способные. Их было у Авет Едома шестьдесят два. И вот картина, которая в моем разуме. Через три месяца приходит снова царь, еврейский царь, Давид. Тоже с людьми, уже без тележки, приходит стучиться. Авидар, слушай, спасибо тебе за то, что ты разместил этот ковчег у себя. Мы очень благодарны. То есть, мы его хотим забрать обратно. А он говорит, забрать? Может, еще? Мы так, тут у меня столько людей, все соседи, весь город ко мне приходит. У нас, у нас столько, столько женщин забеременело, которые не могли иметь деток. У нас только исцеление произошло. У нас в бизнесе все дела поправились. У нас вообще, посмотрите, у нас такая атмосфера в доме. Мы никогда так не жили. Давид, а может ты его оставишь? Не-не-не-не-не-не-не-не, это наш ковчег. Это наш Бог. Я его заберу. Я его заберу. Я его заберу. И этот Авидар стоит. Я представляю себе, знаете, у вас было такое? Гости, вы с ними жили, там неделю, две, три, у меня часто бывает такое. Гости, 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 потом они уезжают, а вы так, а, двери закрываете, и так как дома все пусто. Когда? О, обычная жизнь. Как бы идем дальше. Вот. И вот так здесь он стоит, и что? И что? Бога? Ковчег? Унесут? Нет. Нет. И он глава семейства. Я представляю, как он говорит, послушайте, сыновья мои, их восемь было, тоже, наверное, такие великорусные, послушайте, собираемся, Давид, подожди, дай немного времени, собираемся, уходим. Куда? Уходим с ковчегом. Подожди ты, ферестимлянин, ты не обрезанный, даже не все евреи могут быть рядом возле ковчега, только колено левее, что нужно сделать? По меньшей мере обрезаться, я готов. Помните, где там каменные ножи были? Я готов, сыновья, ребята. Интересно, что все, абсолютно все, ни один не остался, абсолютно все, все согласились, их жены, их дети, потом внуки, все семейство сорвалось с этой деревни, Гефа, пришли в Израиль, и они не могли быть прямо в святилище, потому что они все-таки язычники были, они сочли себя за честь быть привратниками в службе порядка, и служить, и здесь такие слова, используемые, они были люди прилежные, к службе способные, я представляю, они раньше всех приходили, больше всех уходили, у них было благодарное сердце, спасибо, Господь, мы нашли, нет, нет, ты нас нашел, не мы нашли, это просто игра какого-то случая, это просто воля какого-то, ну, стечения обстоятельств, что к нам ковчег принесли, как это здорово, некоторые из вас, вы даже не искали Бога, Бог вас нашел, через человека, через сотрудника, через родственника, может быть, кто-то видит меня сейчас, Бог стучится прямо сейчас к тебе, Он хочет благословить тебя, Он хочет изменить все внутри, семьи твоей, чтобы любовь и мир, романтика и понимание, просто воцарились в твоем доме, Он хочет и детей благословить, и внуков будущих, Он хочет просто благословить, это Божие желание, и Божие присутствие, друзья, вот, какое правильное решение, принял, Авидар, я должен остановиться, перед тем, как я помолюсь, я хочу сказать, что Дух Божий сейчас, стоит у двери и стучит, в Откровении написано, в Откровении написано к Ефесской Церкви, все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, войду к нему и буду вечерять с ним, а он со мной, Иисус у двери верующего человека, воцерковленного человека, и Иисус у двери твоего сердца, ты уже принял Иисуса, но он стоит и стучит, почему? Он хочет сказать, следуй за мной, пойдем за мной, остав свои планы, спроси меня, о моем видении на твою жизнь, пойдем, пойдем со мной, Авидар принял правильное решение, ученики Иисуса, приняли правильное решение, они стали учениками Иисуса, что насчет тебя? Причем интересно, что Дух Божий, иногда этот голос более отчетлив, иногда его как будто нет, ты можешь даже долго жить, тебя никто вроде не трогает, не беспокоит, но потом снова Дух Божий стучит в твое сердце, и Он хочет, Он хочет благословить, но для этого тебе нужно принять правильное решение, пойти за Ним, пойти за Ним. Друзья, хочу молиться вместе с вами сейчас, Дух Божий здесь, Он касается тебя, Он хочет, чтобы в твоей жизни исполнилась Его воля. Вы знаете, есть один стих, который хочу оставить перед молитвой, написано, и мир проходит, и воля Его, но исполняющий волю Божию пребывает вовек. 1 Иоанна 2,17. Еще раз. Мир проходит, мир, жизнь, все, что ты видишь глазами своими, к чему стремишься, зачем бежишь, похоть, желания твои, желание, похоть Его, все пройдет. Исполняющий волю Божию, давайте скажем, исполняющий волю Божию, еще раз, исполняющий волю Божию пребывает вовек. Это мечта Бога, чтобы ты пребывал вовек. Отец Небесный, я благодарю тебя за то, что твой Дух Святой касается сейчас многих людей. Боже, мы открыты перед Тобой, ты стоишь и стучишь. Ты хочешь, Господи, чтобы мы в действительности приняли более высокое посвящение, более глубокое решение, настоящее решение исполнять Твою волю. Не были просто христианами, Господь, которые приходят, чтобы благословиться, чтобы получить для себя, но были теми, кто хочет исполнять Твою волю. Боже, благослови всякого, кто принимает решение сейчас, кто в этом процессе, Господь, чтобы решения были приняты не по взгляду отчей, не по похоти и желанию, но по сердцу, так, как ты говоришь, по внутреннему голосу. Спасибо тебе, Отец, я поклоняюсь. Спасибо за этот удивительный пример Авидара и его семейства, Господи, за этих 62 мужчины, которые служили там при храме, потому что они приняли правильное решение. Спасибо тебе, Господь, поклоняюсь и благодарю тебя во имя Иисуса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!